Время новостей на телеканале ЖТУСУ. Здравствуйте! В студии для вас работает Ануара Мангельдинов, сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. В четвертой четверти учебные заведения регионов страны, находящихся в зонах низкого и умеренного риска заражения коронавирусом, перейдут на комбинированный формат обучения. Это значит, что часть предметов пройдет в традиционном формате, а другая – в дистанционном. Продолжат в офлайн-режиме работать школы с контингентом до 300 учащихся. Об этом на брифинге рассказала вице-министр образования и науки Республики Шолпан Каринова. По ее словам, допускается наполняемость классов не более 25 человек, продолжительность уроков 40 минут. В регионах, находящихся в красной зоне, обычный формат обучения сохраняется для учащихся с 1 по 5 классы, в международных школах с 1 по 7 классы. А вот для старшеклассников занятия пройдут в комбинированном формате. Поведала спикер и о том, как в стране пройдут экзамены. Итоговая аттестация в этом году состоится. Девятые классы будут сдавать три экзамена. Это экзамен по языку обучения, по математике, по казахскому и русскому языкам, исходя из языка обучения. Вот эти три экзамена. 11 классы также будут сдавать экзамены. Это четыре экзамена. Они в приказе министра также указаны. Поэтому принято решение, что дети, учащиеся, выпускники будут сдавать экзамены. Но еще раз хочу сказать о том, что сейчас идет речь только о начале четвертой четверти. Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации будут приниматься отдельные решения. Весь мир театр, все люди в нем актеры. 27 марта общественность отмечает Международный день театра. Главное торжественное событие праздника состоялось в театре имени Бекин Римовой, основанном в 1975 году и признанным одним из ведущих театров всего Казахстана. Его коллектив начал мероприятие на творческой ноте, представив публике, короткую комедийную постановку, объединившую сразу две знаменитых кинокартины. В творческом мире даже награждения проводятся с душой и креативом, и актеры подходят к нему соответственно. Сама церемония разделена на множество частей, в перерывах между которыми публике представляли знаменитые песни прошлых десятилетий и короткие комедийные пьесы, что вызвало взрыв самых разных эмоций у зрителей. Театр имени Бекин Римовой я посещаю впервые. Он знаменит по всему Казахстану, и для того, чтобы посмотреть на игру его актеров, я приехала из города семей. Я восхищена постановками, которые сегодня представили. Очень рада своему приезду и желаю актерам и всему театральному сообществу больших успехов и удачи. Поздравляю Всемирным Днём Театра. Театр – это квинтэссенция не только актерской игры, но и различных талантов в целом. Для того, чтобы поставить яркую и запоминающуюся картину, актеры должны уметь всё. Всемирный День Театра – это долгожданный праздник не только для актеров, но также для зрителей и всего театрального сообщества – от режиссеров и авторов пьес до дизайнеров и декораторов, которые вносят частичку своей души в каждую из сыгранных постановок. Поздравляю со Всемирным Днём Театра своих коллег и всех театральных работников. Я работаю в Театре имени Бекенримовой вот уже 25 лет. Сегодняшний день стал для меня двойным праздником. Ведь я удостоилась звания почётного гражданина Аксусского района, моей малой родины. Театр – это не только обитель культуры и творчества, но также и воспитание, ярких эмоций и духовного обогащения. Поздравляю всех ещё раз. Поздравил работников Талдукурганского театра имени Бекенримовой с профессиональным праздником и заместитель Акима Алматинской области Рустам Али. Президент республики в своей статье «Независимость дороже всего» отмечал огромную важность и незаменимость человеческого капитала. Роль театра в его формировании огромна, поскольку формирует патриотизм, а также любовь к культуре и истории, сказал он в своей речи. На сегодняшний день будущее страны в руках молодёжи. Сегодня я вижу множество молодых людей, как среди актёров, так и среди зрителей. Это очень радует меня, ведь молодёжь должна проявлять интерес к театру, к его культурному, историческому и моральному вкладу в общество. От лица руководства Алматинской области я поздравляю всех вас с этим замечательным праздником и желаю успехов. Награждение в профессиональный праздник проведено по семи номинациям на лучшую мужскую и женскую роли первого и второго плана и другим. Большое внимание уделили не только актёрам, ведь от каждого работника зависит успех постановки. А потому награды благодарственных писем от лица Акима Алматинской области удостоился весь театральный коллектив. Угроза снизу. 14 человек пожаловались на укусы клещей в Алматинской области с начала февраля текущего года. Один из пострадавших под угрозой заражения клещевым энцефалитом. По словам специалистов, медучреждение обращается в основном жителей Ямбиши Казахского и Толгарского районов. Много жалоб от укуса насекомого исходит и от талдукурганцев. Так, только в 2019 году эндемическим вирусом заразились 7 человек. Специалисты утверждают, крошечный укус насекомого переносчика инфекции поражает серое вещество головного мозга, спинной мозг и периферические нервы. Как итог, паралич конечностей. Однако коварный укус вызывает тяжелые последствия не сразу, а лишь на 14-е сутки. Лекарства против вирусного заболевания не существует, потому сразу после обнаружения укуса следует обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением. Медики подчеркнули, единственная эффективная мера в борьбе с этой болезнью – вакцинация. В Алматинской области ежегодно около 10 тысяч групп риска вакцинируются против клещевого энцефалита. Меря предосторожности по пребыванию в открытой территории, это лагеря, либо места отдыха, надо соблюдать правила одежды. Одежда должна быть закрытой, закрытой всей части тела, надо иметь головной убор и в обязательном порядке применять репелленты, отбегающие от клещей. Шесть человек погибли в результате отравления угарным газом в Алматинской области с начала текущего года. К сведению, несовершеннолетних в списке нет. Статистика идентична аналогичному периоду прошлого года. Однако спасатели считают, что и этих случаев можно было избежать. Для недопущения дальнейшего роста происшествий и сведения смертности к нулю предпринимается ряд превентивных мер. Дамира Анитов расскажет подробнее. Спасатели Аксусского района подошли к проблеме отравления угарным газом с креативом. Совместно с волонтерами они организовали автопробег. Колонна из 10 автомобилей с плакатами проехала по улицам райцентра, а посредством громкоговорителя брандмейстеры напомнили жителям села правила пожарной безопасности. С начала года у нас зарегистрирован один факт отравления угарным газом. Инцидент произошел в селе Капал. Мужчина неправильно эксплуатировал печь. В итоге это привело к отравлению. К счастью, он жив. Его в срочном порядке отвезли в областной центр и оказали необходимую помощь. В районе никто не погиб. И мы намерены дальше сохранять статистику. С этой целью мы и организовали автопробег. Люди выбегали на улицы, чтобы посмотреть, что происходит. Они читали наши плакаты и, надеюсь, сделали выводы для себя. Сохранить благоприятную статистику отчасти удалось благодаря датчикам угарного газа. Уверены спасатели. И числа жителей, в чьи дома был установлен такой прибор, в области спасено 15 семей, в составе которых 11 детей. Начиная с 2019 года Акимата Маламатинской области было выделено более 160 миллионов на установку датчиков определения угарного газа. За весь период установлено более 24 тысяч датчиков определения угарного газа. Основными причинами отравления от угарного газа является забитый дымоход. То есть из шести случаев гибели людей от отравления угарным газом без возникновения пожара. Четыре случая явились причиной как раз забитый дымоход. Гражданам необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, чистить дымохода минимум два раза в год, то есть обязательно перед отопительным периодом, проверять печи, замазывать трещины. И все же самым действенным методом спасения людей от угара есть и остается подворный обход населения. В области свыше 370 тысяч домов на печном отоплении. На сегодня охват почти стопроцентный. Домовладельцам вручены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности, а также проводятся регулярные встречи с населением. Талая вода снесла мост в Атараусской области. Пострадала часть временного моста, расположенного на реке Нугайте в километре от села Сагаз. Из-за резкого потепления в Актюбинской области снег быстро растаял и порыв талой воды обрушился на мост. Сыграли свою роль и обильные дожди. По словам местных жителей, такого сильного потока воды не наблюдалось уже 5-6 лет. По словам начальника районного отдела ЧЭЦ Марата Кузимбаева, временный мост восстановлен, работы велись ночью. На сегодня уровень воды опустился и опасность миновала. Павлодаре разгорелся скандал вокруг космических счетов за воду, передает закон КИЗ. У абонентов разобраться в ситуации получилось не сразу. По словам возмущенных жителей, им не учли платеж за январь, а февральская квитанция пришла с долгом. Как говорят люди, проблемы с водоканалом возникают регулярно. По их словам, в конце месяца дозвониться до диспетчеров для передачи показаний по счетчикам практически невозможно. Жители Павлодара написали коллективное письмо с жалобой на монополиста в прокуратуру. Как объяснили абонентам в компании, проблема возникла из-за сбоя в новой системе. Бизнес на костях. Петропавловские полицейские продали ритуальным конторам данные об умерших. Подробности нашумевшей истории раскрыли в агентстве по противодействию коррупции. Как сообщает телеканал Астана на адрес с усопшим раньше скорой и полиции, за часу приезжает похоронное бюро. Многие жители Северо-Казахстанской области, потерявшие родных, столкнулись с такой ситуацией. И судя по комментариям, в соцсетях подобных случаев сотни. Ранее сообщалось, что представители одного из петропавловских бюро заплатили оперативному дежурному более 200 тысяч тенге. Однако в самом ритуальном агентстве этот факт отрицают. По данным антикора, у подозреваемых были вполне фиксированные ставки. Один умерший – 4 тысячи тенге. Как сообщается, купля-продажа происходила в самый разгар пандемии в Петропавловске. Французские силы безопасности эвакуировали сотни мигрантов, которые установили более 300 палаток на площади республики в Париже. Палаточный лагерь был разбит при поддержке нескольких ассоциаций, требующих от властей предоставить просителям достойное жилье. Их акция получила название «Ночь солидарности». Подобное мероприятие проходит в Париже не в первый раз. Палаточный лагерь, размещенный на этой же площади в ноябре прошлого года, был разогнан отрядами полицейских, применивших силу, что потрясло всю Францию. На этот раз эвакуация прошла мирно. В австрийские магазины не будут пускать безотрицательного теста на коронавирус. О таком решении сообщили в Минздраве республики. Три региона на востоке страны, включая столицу Вену, в первую неделю апреля закроют на жесткий пасхальный карантин. В этот период непродовольственные магазины будут закрыты вообще, как и заведения сферы услуг. Не просто маски, а респираторы повышенной степени защиты обяжут носить и в общественных местах, и в закрытых помещениях, где собралось больше одного человека. Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик в интервью каналу X-Sport рассказал о предложении от президента абсолютного бойцовского чемпионата Дэны Уайта. Усик заявил, что недавно глава UFC обратился к нему с предложением попробовать себя в смешанных единоборствах. В ответ украинец заявил о готовности дебектировать в UFC и попросил рассказать о деталях предложения. Напомним, в профи-боксе на счету Усика 18 побед и ни одного поражения. Дорога в сборную. В Талдыкургане проходит чемпионат Республики Казахстан по волейболу среди девушек молодежной лиги. В нем принимают участие 18 команд из всех регионов страны. Победители получат не только чемпионский кубок, но и сформируют национальную команду. Накал страстей, жесткая конкуренция, мастерская игра. Так можно охарактеризовать каждый матч чемпионата Казахстана. Команды стараются выкладываться по полной, ведь на кону путевка на чемпионат Азии. Все команды хорошо подготовлены. Из них будет составляться сборная команда из лучших игроков. Все тренера очень заинтересованы в проведении соревнований, потому что целый год не играли из-за обстоятельств. Команды разделили на четыре подгруппы. Лидер в каждой из них сыграет в плей-офф. На данный момент в турнирной таблице по очкам ведет ЖТСУ. Хозяева площадки показывают отличную командную игру и без проблем выигрывают всех своих соперников. Однако серьезным оппонентом нашей команды стала команда Хромтау из Петропавловска. В своей подгруппе коллектив самый сильный. Мы становились чемпионами трижды и в этот раз будем сражаться до конца, до победного. Но и соперники показывают отличную игру, поэтому мы подходим к каждому матчу с умом. Используем разные тактики для разных команд. Еще целый год не было соревнований. Было время хорошо подготовиться. По завершению чемпионата победившая команда войдет в национальную сборную страны. Она представит Казахстан на чемпионате Азии, который планируется провести в Китае. Алексей Цуй, Жаркан Шентаев, Телеканал ЖТСУ. В Шымкенте завершился чемпионат Казахстана по спортивному скалолазанию. В масштабном соревновании приняли участие 100 человек со всех регионов страны. 16 из них – шитисусцы. Спортсмены Алматинской области показали себя в лучшей форме при лазании на искусственном скалодроме. Среди участников – чемпион Азии, 10 мастеров спорта. По итогам республиканского старта в копилке спортсменов Алматинской области – три золотых, две серебряных и одна бронзовая медали. Сейчас очень неплохо нас поддерживает управление спорта. И благодаря этому мы сейчас смогли развернуть такую работу, что у нас сейчас в Толгарском районе, в Эмбекш-Казахском районе, в Харасайском районе, в городе Текели. Сейчас там работает школа детско-юношеского туризма. Но они открыли у себя две секции скалолаза. К нам присоединяется еще Коксуйский район. Надеюсь, там тоже сейчас детишки появятся и будет вестись такая нормальная планомерная работа. Такой сложилась информационная картина этого дня. Я благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok